Друзья, привет! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной разобрать двигатель Минск Триал и посмотреть его устройства, особенности. Я Денис Иванов, вы на канале Dentuning. Поехали! Особенность этого двигателя в том, что он имеет картер от шоссейно-кольцевого Минска 3227. Ну, либо заготовку от него, потому что он уже с приливом под большую моторную передачу. И то же самое здесь с таким же большим приливом. Выполнена крышка. В трансмиссии у нас ведущая звезда имеет на один зуб больше, то есть 13 зубей вместо 12. И ведомая шестерня, она тоже, видите, намного больше. Буквально впритык проходит цепь уже возле кикстартера. То есть больше сюда поставить уже проблематично. Ну, я думаю, что и не надо. В общем-то, разбор этой системы на канале уже был, поэтому она уже у меня здесь разобрана. Мы снимали, сверяли с Восходовской, с МЦетовской. Поэтому эту систему мы сейчас просто отсюда вот так вот снимаем и убираем. Могу сказать, что здесь никаких глобальных особенностей нету. Внутри это тот же самый картер, тот же самый механизм кикстартера. Со стороны зажигания здесь всё как на обычном стандартном мотоцикле Минск. Даже зажигание, видите, цапфа короткая, стоит обычное минское зажигание. И то же самое здесь стоит обычная стандартная крышка, как видите, без всяких лишних приливов. Потому что здесь стояла обычная стандартная крышка, без всяких наружных выжимов, без всяких спортивных прибамбасов. Кстати, мотор этот ещё ни разу не вскрывался. По крайней мере, есть небольшие следы на винтах, что здесь была отвертка. Но все эти срывы, они идут на закручивание. Так что есть вероятность, что этот двигатель я разбираю первый раз. Так, регулировочные шайбы. Вот здесь прям под промежуточным валом стоит огромная просто регулировочная шайба. Вот, на вторичном валу две маленьких. Срываем болты. Ну, кстати, затянуто, но не скажу, что прям насмерть нормально. Можно открутить. Так, отлично. Ну, кстати, коробка передач уже смотрю, что здесь обычная стандартная. Четырёхскоростная, в отличие от мотобольного мотора, где всего три передачи. Здесь похоже, что всё стандартное. Ну, так пока внешне, визуально всё вроде очень даже красиво. По крайней мере, ржавчины нету. Есть небольшая эмульсия. Сейчас вытащим, всё посмотрим. Итак, смотрим сразу наши детали. Вторичный вал без повреждений. Следы, конечно, есть от того, что шестерёнки заходили в зацепление. Следов износа, там, выкрашивания цементированного слоя я не вижу. Вытаскиваем ось вилок переключения передач. Есть небольшие следы коррозии, но небольшие и неглобальные. Сразу смотрим вилки, протираем их. Ну, видно, что перекосов не было. Вилка без следов перегрева. Есть следы потертости, работая об шестерёнку, но неглобальные. Можно сказать, что вилка в отличном состоянии. Достаем промежуточный вал. На промежуточном валу смотрим. Вот эта шестерня отличная. Следов износа нету. Замечательно. Так, вторая вилка. Вторая вилка есть следы коррозии, но сама вилка в отличном состоянии. Следов перегрева и износа нет. Отлично. Смотрим следующую шестерню промежуточного вала. Тоже кулачки не зализанные. Ну, чуть-чуть есть вот тут небольшой блеск на краях, но не критичный. Можно сказать, что шестерни только приработались. Отлично. Так, смотрим. Первичный вал коробки передач. Первая передача, конечно, сделана она была очень грубовато, но сделана она была так с завода. Остальные все целое, шестеренки целые, сколов нет. То есть коробка, можно сказать, что в идеальном состоянии. Я бы так сказал. Только приработалась. Ну, видите, триальный мотоцикл, он не эксплуатировался на каких-то больших там перегрузках. Это, скорее всего, были небольшие скорости и покатушки, ну, по пересеченной местности, скорее всего. Все-таки мотоцикл был спортивный, он без электроприборов и эксплуатация по дорогам общего пользования была запрещена. И делался изначально этот триальный мотоцикл, как дешевый вариант триального мотоцикла для приобретения первоначальных навыков триала. Вот теперь смотрите, качество обработки видно прям как шла фреза. И настолько это было грубо, что даже уже после достаточно большой продолжительной работы эти следы от фрезы не уходят. Такие же следы вот здесь вот на малой шестеренке, но они не сильно бросаются в глаза. И вот эта шестерня, она вообще чистенькая. То есть в идеале зуб, он должен быть шлифованный. При работе эта передача может гудеть и издавать неприятный звук. Чем чище зуб, шлифованный зуб, тем тише он работает. Но меня шум из коробки передач особо не беспокоит. Так, и еще одна шестеренка у нас осталась. А она у нас тоже в идеальном состоянии. Сломанных зубов не вижу. Вот тут есть чуть-чуть коррозия на зубе, но немножко. Все, отлично. Видно, да, что чуть-чуть где-то попадала здесь вода, о чем свидетельствует и эмульсия. Но в целом, все это отмоется и будет отлично работать. Все, механизм переключения вроде сильно тут не расшатанный, не разболтанный. Я думаю, что все будет нормально. Хочу заметить, что здесь у нас подшипники стоят в упор в стопорное кольцо без регулировочных шайб. И регулировочные шайбы стояли только со стороны крышки коробки передач. Кстати, обратите внимание, что болты имеют заводское кернение, которое крепит к кулису переключения передач. Я ее трогать не буду. Все кернения на месте. Все затянуто. Пусть так и остается. Так, все, теперь можно приступать уже к располовиниванию картера. Откручиваем все болты. Затянуто хорошо. Пробую срывать. Ну, отлично срывается. Я бы даже сказал, что не сильно затянуто. Очень опасно не заметить болтик неоткрученный. Потому что здесь они могут быть в таких местах, которые сильно загаживаются при работе. Важно, когда вы разбираете, все эти места хорошенько прочистить, чтобы вы увидели эти болты. И невнимательность может привести к очень печальным последствиям, когда раскалывается картер в каком-то месте. Очень неприятный момент. Так, ну все, все проверили. Тут, 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 все откручено, снято. Можно колоть. Да, видно, что коленвал немножко подышал свежим воздухом. И его прихватило коррозии. Есть следы нагара. Даже есть следы как будто земли. Вот когда песок попадает при плохом воздушном фильтре. В том числе и внутри на коленвалу остаются частички вот этого кварца. А вот в этих отверстиях обязательно остается. Потому что они работают как центрифуга. И все, что сюда попало, оно тут прилипает и задерживается. На правом подшипнике, который у нас со стороны зажигания, тоже видны следы рыжего налета. И крутится он уже с таким неприятным шумком. Так что разборка двигателя была очень-очень необходима просто. Теперь смело можно сказать, что на этом моторе стоит обычный стандартный минский коленвал. Стоит обычный стандартный шатун длиной 125 миллиметров. Не такие, как на лидере коротком. Нет. Все здесь стандартно. То есть тяжелый минский коленвал и дефорсированная до 9 лошадей поршневая с уменьшенными окнами. Для триального мотоцикла важна была именно тяга на низких оборотах, а не максимальная мощность. Вот с такими звуками крутится коленвал. Сейчас разберем и посмотрим, что там с левой стороны, со стороны сцепления. Сейчас надо вытащить отсюда, выпрессовать коленвал. Хотел выпрессовывать коленвал, но он вытащился отсюда от руки. Причем такое ощущение, как будто специально прошлифовали именно в скользящую посадку. Потому что если вот здесь вот есть еще след от подшипника блестящий, то вот с самого края, где стоит второй подшипник, его уже нет. Ну возможно так сделали. Хотя с этой стороны сами видели, что я подшипник выпрессовывал и он сидел здесь достаточно прочно. Хотя есть выработка. Вот здесь вот где блеск натер подшипник, прям есть ступенька и чувствуется, что подшипник буксовал. Возможно это из-за того, что подшипники ржавели. Вот здесь вот видно, что этот подшипник тоже рыжий. Все это надо будет разбирать. Но тут все как обычно, стоит проставка, стоит сальник и два подшипника обычных. То есть в общем-то, подводя итог, могу сказать, что триальный двигатель практически ничем не отличается от обычного минского мотора. Точно такой же большой тяжелый коленвал. Та же самая коробка передач. Просто получается поменяли немножко передаточное отношение в трансмиссии. Сделали чуть больше тягу. Ведущая звезда стоит маленькая. И ведомая звезда на колесе стоит большая. То есть этот мотор совершенно не будет иметь никакой скорости. Я думаю, что в лучшем случае, если километров 50-60 он поедет. Но это мы потом обязательно все проверим, когда соберем. А делать мы это будем прям вот буквально в ближайшее время. Что показал обзор? Что ничего выдающегося в Минск-триальном моторе нет. Слепили его из того, что было. И никаких глобальных доработок делать не стали. Да, немножко изменили, дефорсировали цилиндр. Сделали на тягу 9 лошадей. Поменяли передаточное отношение в трансмиссии. Немножко отодвинули карбюратор от цилиндра. Стандартный причем. Вот и все. Вот и все доработки. Так что при желании можно легко сделать из обычного стандартного минского двигателя. Триальный минский мотор. И все. То есть перебираем мотор, ставим сальник. Единственное, что еще я заметил, что, конечно, поршневая здесь в таком унылом состоянии. Что очень большая выработка. И, скорее всего, придется расточить цилиндр. Но пока сейчас собирать я буду именно в стоковом состоянии. То есть замена сальников, подшипников, расточка цилиндра. Возможно, я поставлю туда свой самодельный поршень. Под тонкие хромированные кольца. Поставим его в ходовую Минск Триал. Потому что ходовая уже вся готова. Хватает несколько элементов. Но можно абсолютно спокойно без них провести испытания по катушке. Так что подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Показывайте друзьям. Все. До новых встреч в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok